Приближаясь к нему, я предвкушаю. Видео очертания я в нетерпении. Стартуя двигатель, я улыбаюсь. Привет, друзья. Сегодня на стереодрайве Mercedes GLC 250 купе. Начинаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снаружи придираться к этому автобусу. Они будут, ну, только с ноги. Просто посмотрите на него. Дизайн команды Mercedes воплотила в этом кузове напористую агрессивность кроссовера, сочетающуюся с элегантностью и изяществом спортивного купе. Основная задача кузова – создать эмоциональный окрас автомобиля. Ведь так? И вот в этом автомобиле эмоциональный фон упирается, ну, просто в потолок. Этот кузов не оставит равнодушным никого. Попадая внутрь, вы видите отчетливое продолжение ритма заданного снаружи. Вам придется напрячься, чтобы разыскать среди конкурентов вот такую же кожу. Качество материалов и исполнение на высоте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а на заднем ряду из-за скоса крыши наверняка все плохо. А вот и нет кузов купе. Я готов был поспорить, что сзади нет полноценного ряда сидений. А он тут есть, ребята, и очень даже комфортный. Даже высокие люди, сидя здесь сзади за высокими людьми, будут чувствовать себя вполне комфортно, удобно. Есть все условия для того, чтобы здесь существовать в полной гармонии и вообще не напрягаться. Попадая за руль и начиная движение, начинаешь понимать, почему все-таки купе. Во-первых, автомобиль едет очень бодро. По моим субъективным ощущениям, бодрее, чем те 200 лошадиных сил, которые указаны у него в паспорте. Во-вторых, это рулевое управление. Оно не стыкуется со словом кроссовер, но вот вообще никак. Постоянно атакуя повороты, ищешь тот момент, когда же автомобиль уже наконец проявит себя кроссовером. И если стоит режим спорт или спорт плюс, никогда. Хотите помягче и покомфортнее? Нет проблем. Просто включите режим комфорт и наслаждайтесь одной из лучших плавностей хода в классе. Автомобиль на пневмоподвеске, и поверьте, он даст вам столько комфорта, сколько вы сможете вытерпеть не включать режим спорт. Или спорт плюс. Кто придумал купе пятидверное? Ну это вообще, жизнь не по хардкору пошла как-то. Скоро они добрут, что можно чему угодно крышняк срезать и назвать это спортом. Я считаю маршруткам очень не хватает спортивной агрессии во внешнем виде. Музыка Музыка Еще и белое. Белый цвет бесплатный должен быть, а за этот семь штук отваливать приходится. Но тут, короче, за все вообще надо платить. Причем раскошеливаться надо так нормально, знаешь. Надо тебе шумоизоляцию и термоизоляцию-то. Ну в тачке за 3,7 мульта. Надо, конечно? Конечно надо. 650 тысяч, пожалуйста. Ладно, что ты такое лицо скрючил, елки-палки. Ну у тебя шилдик будет сзади, специальная версия. Нормуль? Вот, договорились. Музыка нужна хорошая в тачку? Конечно нужна, да? 70 тысяч еще, пожалуйста. Отлично, вот. Бумпера хочешь красивые? Красивые АМГ, там все на понту будет вообще как надо, да? Хочешь? Еще 180 тысяч, пожалуйста. Заднее стекло, кстати, знаешь, ни мандарины не видно вообще. Нужны парктроники, камера заднего вида, там все дела. Надо? Надо. Еще 98 тысяч, пожалуйста. Да ладно, что ты очкуешь, брат? До овердрафта-то поди еще далеко, а? Зашел в конфигуратор, поигрался в опциями и пол хаты в замкаде слил. Нормально погулял. Рулиться и едет она, конечно, зачетно. Но и расход не маленький. Маленькая, а прожорливая. Если любите заезды на светофорах и шашечки, почти двадцатку будешь жрать. Спортивный режим здесь крутой, но в этом режиме коробка переключается так, будто она сцепление тупо бросает. Переключения жесткие, хлесткие, особенно на пониженном. Наверное, специально черти сделали для того, чтобы полоумные фанаты на каждом углу верещали, что машина в спорте становится вообще другим аппаратом. Вообще, конечно, ездить на ней приятно. Я должен критиковать машины. Но трудно критиковать этот аппарат, если касаться управляемости или динамики. Хороша чертовка. Подлюга, хороша. Ценник, чуваки. Ценник очень кусачий. Вообще, нереально кусачий. Вот этот конкретно аппарат, но он с обвесом, с кожей, спортивный весь из себя, с черной крышей. С музыкой, с нормальной, с шумкой. В общем, у него спецификация на два листа всяких опций. Ценник 5,5 лямов за этот аппарат. Очень дорого за чертовку, парни. Очень дорого. Если смотреть этот GLC в базе, то в базе, конечно, будет подешевле. База у него стоит 3,7 мульта. Но он в базе пустоват. Но, опять-таки, смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с BMW X4, у него база на 700 штук дешевле. Но он в базе вообще дешманский. Просто капец. Он даже климата нормального не будет. Здесь в базе, ну, плюс-минус все будет. Музыка будет так похуже, там, всяких кожи не будет и так далее. Но, опять-таки, ребят, ну, за цену базового GLC можно взять базовый Macan. А это, чуваки, уже Porsche. Это уже другая лига. В общем, дорого, ребята. Дорого. Для кредита мне надо бежать. Мне немного грустно, но пора мне расставаться с этой лапулей. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропускать новые выпуски. И ставьте пальцы вверх, если уважаете нашу деятельность. Всем до новых встреч. Счастлива. И не забываем поливать грязью в комментах и не истово дизлайкать. Помяните мое слово, эти недоразвитые иначе не успокоятся. И в скором времени заплодят весь YouTube своими творческими стояками. Яблоку будет негде упасть. Вы спасаете YouTube. Вы армия избранных. Имя вам, санитары интернета. И подписка нужна определенно. Ставьте идиотов на контроле. Внимательно следите за ними. Они как раковые клетки. Если вовремя не обратишь на них внимания, потом будет поздно. Понятно, да? Субтитры сделал DimaTorzok